всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я вам предлагаю мастер-класс по шитью в технике зигзаг шить мы с вами будем вот такую салфетку эта салфетка у меня 30 сантиметров в диаметре в принципе по этому мастер-классу вы можете остановиться на любом размере то есть можно сшить салфетки например от 10 сантиметров и до бесконечности хоть 30 хоть 40 хоть 50 сантиметров и застелить такой салфеткой весь стол для того чтобы вам показать у меня есть вот такая такой подносик хлебница я бы сказал да ну вот я бы его использовала для хлеба наверно вот такая корзинка можно ее использовать для конфет для фруктов такая вот прелесть держит форму идеально в общем выбирайте чтобы вы хотели в следующих мастер-классах сшить а сегодня мы будем повторюсь сшить салфетку сервировочную для шитья нам понадобится шнур с сердечником это шнур 5 миллиметров он бывает полиэфирный у меня полиэфирный бывает хлопковый шнур оттенки бывают различные у меня вот такой бордовый сколько потребуется шнура я думаю берите не менее 30 метров потому что скорее всего вы захотите сшить не одну такую салфетку у меня был вот такой вот моток шнура то есть по размерам видите да это 100 метров 5 миллиметровый шнур толщиной и вот сколько у меня у меня ушло на 2 салфетки на две корзинки и вот такой вот остаток у меня есть я думаю что здесь наверное на пару салфеток еще должно хватить к шнуру необходимо подобрать нитки точно такого же оттенка то есть имейте ввиду что если вы новичок в шитье то обязательно подберите прям идеально совпадающий по оттенку нитки для того чтобы ну какие-то маленькие огрехи ваши не были видны еще нам понадобятся ножницы линейка вот такая вот поросюшка иголочки нам понадобится из такой поросюшки у меня вот как ёжик она и несколько книжек для чего они я вам расскажу чуть позже ну и расшить мы будем с вами на швейной машинке конечно же она тоже нам пригодится для работы и ваша машинка должна уметь шить строчку зигзаг перед началом работы нам нужно подготовить наш шнур шитью для начала обрезаем просто вот так вот кончик чтобы он был более ровным да потому что он где-то мог мог замахриться где-то распуститься и выдвигаем сердечник вот он сердечник вот видите как он выглядит вот это вот внутренность вот эту нам нужно также обрезать теперь вытягиваем обратно шнур вот этот вот кончик чтоб он у нас не распускался можно запаять клеем но многие жалуются на то что у них не шьют машинки поэтому я вот так вот беру иголочку для трикотажных изделий пластиковую и вот так вот заправляю краешек жгута вот внутрь все вот посмотрите что получилось теперь начинаем скручивать улиточку вот таким образом подкручиваем чтобы это все здесь было плотненько мы заправляли хвостик чтобы у нас здесь в серединке ничего не махрилась никакая бахрома оттуда не выпало ну вот такую улиточку нам с вами нужно свернуть плотную она должна быть ну пару сантиметров два-три сантиметра теперь чтобы эта улитка у нас с вами никуда не раскрутилась мы берем иголочки и закалываем ее с нескольких сторон вот такая вот конструкция можно начинать сшить размер шва на машинке я оставлю двоечку чуть больше ну буквально на пару делений и здесь на прямую строчку и сейчас нам нужно через центр вот этой улитки сделать несколько прямых строчек вот таких прям через центр проходящих вот я выполнила первый лучик сейчас мы сделаем перпендикулярно ему лучше потом между ними в общем шесть-восемь лучиках вот таких вам необходимо сделать для того чтобы улиточка была такой крепенькой и не распадалась потом впоследствии убираем иголки проверяем нашу улитку на прочность то есть если она у вас продолжает где-то разваливаться сделайте еще лучики сейчас вот эти ниточки мы просто обрезаем вот наша улиточка начинаем теперь шить в технике зигзаг я устанавливаю строчку зигзаг и размер шага ну два два с половиной деталь мы располагаем шнуром вправо и сейчас будем пришивать зигзагом шнур то есть каждый ряд у нас вот так будет пришиваться один виток шнура в самом начале старайтесь шить медленно подкручивая вот эту улиточку и присоединяя к ней наш шнур то есть ваша иголочка должна заходить на последний оборот шнура на самой улитки на салфетке да и на шнуре то есть строчка должна попадать и на этот шнур и на этот и для того чтобы было все ровненько вот этот промежуток между улиткой и шнуром должен совпадать вот с этой прорезью на лапке смотрите для того чтобы салфетка получилось идеально ровной не имела никаких не дай бог выпуклостей вам нужно держать ее всегда в одном и том же положении то есть она должна лежать у нас на столе но когда у нас заканчивается край машинки салфетка может постепенно под своим весом обвисать здесь до нагибаться вниз и она может получиться неровный поэтому в тот момент когда у вас ваша салфетка размер ее выходит за края машинки вровень с машинкой нужно подложить что-то как продолжение рабочего стола я сюда подставляю книжки то есть у меня плоскость идеальная как продолжение рабочего стола машинки все можно продолжать шить девочки смотрите когда ваша салфетка станет чуть побольше и и уже не придется поворачивать как в самом начале да под лапку машинки она сама двигается под лапкой и сама прокручивается то есть я здесь придерживаю только шнурок и контролирую положение немножко так сказать подстраховываю чтобы совпадало наше соединение с разрезиком на самой лапке девчонки имейте ввиду что на большую салфетку у вас уйдет целая катушка ниток так что за спасаетесь нитками сразу же и где-то примерно посередине салфетки у вас закончится шпулька то есть длины нити в шпульке хватит всего на половину салфетки периодически примеряйте размер ваш салфетки то есть я по душе до того пока диаметр не достигнет 30 сантиметров итак измеряем салфетку диаметр у меня ровно 30 сантиметров и сейчас мы сделаем вот такую петельку для того чтобы красиво завершить наше шитье и так допустим я вот в этом месте сейчас остановлюсь мне нужна петля то есть я примерно измеряю сколько мне необходимо еще длины шнура и обрезаю его точно так же здесь как и в начале я убираю сердечник и вот эти махрушки заправляю внутрь жгута ну вот примерно так главное чтоб сильно ничего не торчало он у нас сейчас пойдет в шов это место то есть я его подправляю вот сюда и продолжаю сшить все вот такая красота получилась здесь обычно вот это место прикрывается еще биркой ну что ж готовы у меня уже три салфетки пойду сошью сейчас четвертую для того чтобы был комплект у меня еще осталось достаточно много шнура то есть на одну салфетку точно хватит возможно еще какую-нибудь корзинку сошьем я надеюсь что мой мастер-класс был понятен и вы с удовольствием нашли спе таких же сервировочных салфеток в технике зигзаг а у меня на этом все с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока